И вот мы снова с вами. Привет всем, кто только к нам присоединился. Мы уже поговорили о том, как сподвигнуть людей начать писать статьи, начать выступать. И сейчас Евгения Голева из компании LaModa расскажет нам, как из начинающих спикеров вырастить более опытных, вырастить полноценных бренд-амбассадоров. Ей слово. Поприветствуем. Спасибо, Артем. Всем привет. Да, мы сегодня будем говорить не только про спикеров в продолжении предыдущего доклада, но и как из них сделать бренд-амбассадоров. С какой позиции я про это буду рассказывать. 10 лет в обучении, потом 5 лет еще в IT. И последние 3 года я занимаюсь созданием и развитием бренда TechLaModa. Если говорить о результатах, прям сразу начнем, то в начале пути 3 года назад, в 2016 году, примерно 5% людей, которые к нам приходят, могли вообще хоть как-то что-то сказать о компании. Не вот этот классический вопрос, что вы там кроссовки продаете, но все-таки что-то про технику. А спустя 3 года, вот, кстати, сегодня у меня ровно 3 года в компании. Так вот, 75% людей, которые приходят, они уже слышали о нас либо на докладах, либо на митапах, либо читали наш блог на Хабре. И когда я думала о том, в чем же причина таких результатов и что мне в этом помогло, сначала я подумала, что начиналось все со спикерс-клаба и расскажу-ка я о нем. А потом, когда я начала готовить доклад, поняла, что предпосылок-то было чуть больше, и поэтому хотелось бы зацепить все самые важные реперные точки, почему это удается и как мы к этому пришли. Так вот, поговорим о том, как создавать бренд, как научить выступать, потому что мы именно начинали с этого, и как развивать бренд, который уже, окей, выступили, а дальше что с этим делать? Окей, мая 2016-го, давайте делать бренд. И первое возражение и сложность, и миф, про который в том числе задавали вопросы, и большинство руководителей боятся, что людей на докладах после конференции схандят. И в целом, как человек, который примерно 10 лет подряд слушал фразу, а если мы их обучим, они уйдут, и отвечал на это, окей, а давайте, если мы их не научим, что мы с ними будем делать, если они останутся. Так вот, мне кажется, что если компания может не заниматься брендом, может позволить себе не выступать, не вести блог на хабре, не надо этого делать. Когда есть понимание, зачем, тогда можно начинать. И весь мой доклад будет про это, но хотелось бы продолжить сейчас сфокусироваться на бренде. Продукт, продуктовый бренд ведет к продажам, а бренд работодателя ведет, естественно, к найму. Если подумать, то в индустрии люди работают полтора-два года. Первые полгода он въезжает в процессы, в продукт, что мы там вообще делаем, как-то это изучает. Потом полгода делает то классное, интересное, о чем бы он мог рассказать. И у нас остается буквально полгода, год, прежде чем он уйдет, чтобы успеть его подготовить, отправить на доклад, и вместе с ним увидеть новых людей, которых он приведет. То есть мы, даже если он уйдет, мы поменяем одного человека на какое-то количество новых. И в целом это уже сейчас имеет смысл. Если провести немножко границу между брендом работодателя и техническим брендом, так как Ламода это все-таки e-commerce, у нас тысяча человек в офисе, из них 300 инженеров. И мне кажется, что на своей шкуре нам гораздо легче было нащупать эту границу, то есть где находится между этим грань. Посмотрим на пирамиду маслоу. Если снизу у нас какие-то базовые потребности, которые скорее про общекомпанейский, про тот самый HR-бренд, какое качество еды в столовой, сколько у нас этих столовок, насколько у нас комфортный офис, как нам в нем хорошо. И дальше выше, то есть как мы общаемся в целом, компания коммуникации, как строим. А дальше на верхних уровнях это уже технический бренд. То есть что мы создаем, какие технологии используем, почему мы на передовом краю, почему то, что я делаю в компании важно, почему то, что я делаю, это интересно другим, правопризнание, и в том числе есть субкультура техническая, про то, как мы общаемся, как мы взаимодействуем друг с другом, как мы решаем свои дела. Мне кажется, вот где-то здесь проходит граница между HR-брендом и техническим брендом. И все, о чем я буду говорить дальше, это все-таки будет про технический бренд компании. Когда мы начинали, у нас были следующие предпосылки. То есть компании нужно нанимать. Чтобы рекрутеры на собеседовании не рассказывали по полчаса про компанию, что она там не кроссовки, а 300 инженеров смотреть, там 5 отделов, куча команд, они делают и вот это, и вот это вообще внутренняя разработка. Представляете, логистика, все это нужно автоматизировать. Ну, в общем, машут руками. Прикольно, когда люди об этом уже знают, тогда наша воронка на входе, она пошире. То есть чтобы рассказать человеку на собеседовании об этом, он должен до тебя прийти. Если он про тебя уже знает, то приходит больше, либо не приходит, если понимает, что им это не нужно. Второе, сами сотрудники очень хотят гордиться тем, что они делают, и им правда было чем гордиться в 2016-м. То есть те системы автоматизации логистики, которые они к тому моменту уже построили, они правда были достойны того, чтобы о них говорить. И мне кажется, на рынке всем кандидатам в целом прикольно и интересно узнавать про компании, которые вокруг, чтобы примерно представлять ландшафт своего развития. Окей, договорились, с чего бы нам начать. И начать я предлагаю с изучения носителей бренда. Понятно, что это и компания, и сотрудники IT, и наши кандидаты. Причем как будущие наши сотрудники, так и бывшие, которые выходят от нас и тоже о нас что-то говорят. Так вот, для меня, наверное, самым важным и самым первым пунктом было проверить, насколько эта команда, насколько эти люди совпадают с моим видением. То есть насколько ценности совпадают, насколько мэч по культуре, как люди принимают решения, как их потом придерживаются. Кажется, у меня на это ушло примерно три месяца, чтобы почувствовать, насколько это мое. Я, к сожалению, не умею продавать снег эскимосом. Я умею продавать только то, во что я верю. Для меня было очень важным понять, что та команда, в которую я прихожу, хорошая, та, которая мне нравится. И нам нужно было отвечать на довольно сложные вопросы. Кто мы, какие мы, что мы делаем, зачем мы это делаем, куда мы идем. И тут есть такая опасность. Люди на эти вопросы иногда отвечают не то, что есть на самом деле, а чаще всего то, какими они хотели бы быть и как о себе думать. Это же приятненько думать, что мы такие заиньки. И иногда люди просто самообольщаются, и ответы не очень совпадают с реальностью. И тут, мне кажется, важно вот этот гэп внутри себя чекать, насколько этот гэп не критичен для меня лично, потому что если он сильно критичен, то, кажется, не стоит с этими людьми работать. Пойдем дальше. Про длинные инвестиции. То есть, чтобы вообще начать делать бренд, сначала нам нужно собрать экспертов, понять, про что мы будем рассказывать, понять, как мы это будем рассказывать. Вот передо мной Таня тоже подробно упоминала, сколько подходов к снаряду нужно сделать, чтобы набить шишки и людей как-то вдохновить и мотивировать. Важно, чтобы все участники этого мероприятия понимали, что примерно 6 месяцев пройдет на запуск, то есть, чтобы получить хотя бы какие-то первые результаты. И о чем мы еще договаривались вначале, про наши цели. То есть, зачем мы это делаем? У каждой компании могут быть свои разные цели, и мы тоже это видим на рынке. Кто-то хочет быть впереди, прям ворваться в топ и там занять плотную позицию. Кто-то хочет быть на слуху, а кто-то хочет быть просто знакомым людям. Это окей, но как я смотрю на рынок и на результаты, примерно за 3 года разные компании к этим разным целям прибегают. Окей, мы договорились про это, и вот там маленькая сносочка, скорость закрытия вакансий. Часто, когда задача по бренду находится в HR, там у людей есть понятные метрики, KPI, вот это все. Они такие, нам надо, чтобы менялись метрики по найму. Из позиции DevRel можно влиять на эти метрики, но косвенно. И это важная и нужная работа, которую должны делать другие люди, рекрутеры, и они на это работают. Когда мы создаем бренд, мы работаем на другое. Договорились со всеми про цели и результаты. Что же нам делать? Кажется, надо бы заниматься контентным маркетингом, два варианта говорить и писать. И так как у меня есть все-таки экспертиза в обучении в публичных выступлениях, нам показалось, что это будет проще стартовать с этого. Но, естественно, есть куча возражений от инженеров. Окей, про это все знают. А там вот на сайте в третьем вложении на специальные ссылочки с пасхалочкой об этом сказано, поэтому я об этом никому не скажу. Все же могут зайти и там прочитать. Или мы используем подход, который в индустрии типа не вчера новый, и поэтому что о нем рассказывать. И куча возражений по поводу того, что мы не умеем выступать и боимся, и вот это все. Окей, а у меня вообще-то есть мечта. То есть в мае 2016 я хотела, чтобы мы в ноябре уже выступили на хайлоуде. Для всех это было такое, вау, какой хайлоуд, Женя, ты что, с ума сошла? Там, значит, вот эти все субербизоны. Окей, ладно, не хотите, давайте по-другому. Я беру за руку CTO, прихожу к тем лидам из разных команд и говорю, ребята, давайте вот у нас есть цель выступать, про себя рассказывать, на им вот это все. А давайте вы для начала попробуйте порассказывать сами себе. Назовем это мероприятие IT Fest пятничное, где каждая команда будет рассказывать, чем они там занимаются, какие технологии, как построены процессы, ну и так далее. И для этого я вот вас всех вместе соберу в переговорку и три раза поучу публично выступать. Окей, окей, погнали. Публичные выступления очень простые, с понятными всем содержаниями, после чего ребята сами сказали, окей, нам, кажется, понравилось, а давайте мы будем делать это регулярно и тренироваться. И таким образом я придумала им формат, мы договорились его назвать спикерсклабом, и вот раз в две недели мы с ребятами регулярно встречаемся. Мы сразу на входе договорились, что у нас есть конкретные цели клуба, и это было важно, потому что я к ним регулярно возвращалась, когда у меня были сложности. То есть первое, выступать безопасно. Очень сложно учиться тому, что ты никогда не делал. Очень страшно облажаться перед своими коллегами, причем они ведь тоже не вчерашние джуниоры, да, это синеры, темледы, это ребята, которые с глубокой самооценкой, и им всем, конечно, ужасно страшно, и мы договорились, что мы нежные снежинки, мы себя очень бережем и очень нежно даем фидбэк, аккуратно. Цель клуба в том числе делать ошибки, для этого мы там и собираемся, и экспериментировать. В конце ребята прям уже пробуют разные новые форматы, и однажды им даже удался парный доклад. Они меня уделали. Ну, в смысле, я говорила, что это плохо и сложно, и долго будет тренироваться, и они доказали, что они это могут. Формат. Говорим на любую тему, без слайдов, чтобы не тратить на это время, потому что слишком много усилий. Десять минут на доклад, пять минут на вопросы, и не больше шести спикеров за час, чтобы мы успели всех послушать и потом еще дать фидбэк. На фидбэк еще час оставляем. Что в нем включается, он должен быть конкретным. Мы учимся выделять факты, мы учимся слышать и записывать цитаты, прямую речь, что конкретно сказал человек. И важно, что мы говорим про ощущения, про эмоции, потому что публичные выступления — это в том числе про эмоции, и полезно бы за ними следить и ими управлять. Конечно же, фидбэк положительный, но не потому, что, ну, надо погладить твое эго, ты же такой молодец, наконец-то выступил. Я очень настаиваю на том, что положительный фидбэк помогает людям учиться. Поэтому хорошо бы уметь из любого публичного выступления, которое ты посмотрел, выделить хотя бы три вещи, которые тебе понравились, разложить для себя по полочкам, как человек это сделал, и потом это применить у себя. Таким образом люди учатся не только у меня, когда я им что-то выдаю, но и друг у друга. И, разумеется, развивающий фидбэк, то есть что можно хорошо улучшить, что можно усилить. Не всегда минусы нужно улучшать, иногда можно усиливать и то, что удачно удается людям. И для меня это было важно, в том числе потому, что мне потом нужно было клонироваться, мультиплицироваться, а к тому моменту эту технологию еще не изобрели, и те ребята, которых я все-таки научила давать фидбэк, они стали моими ко-тренерами, то есть мы вместе готовим других докладчиков, и это дает мне шанс делать больше, чем до этого. Там была ссылка на TeamLitConf. Я прям 40 минут рассказала про фидбэк, как учить ему инженеров, на какие грабли наступало, и как с этим справлялось. Если вам интересно, можно на него посмотреть. Дальше. Ребят предложили спикерс-клаб, начали выступать на IT-фестах. У каждого в процессе обучения еще публичным выступлением была конкретная тема, которую они готовили на IT-фест. И к тому моменту, как мы прибежали к октябрю, когда уже можно было подавать митапы на Highload, у ребят уже вот этот порог страха прошел. То есть это стало привычным, и мы подали 4 митапа в Highload, и в августе подали один в программу конференции, отлично выступили, 80 человек было на одном из митапов, всем было интересно послушать про архитектуру современного и коммерса. Окей, кажется, успех. И тут приходят ребята такие, а, ну мы послушали, посмотрели, как там выступают, ну так-то мы тоже можем. Успех. Погнали. Там же мы были со стендом, и для меня, наверное, важно было понять, что люди, которые сидят и работают каждый день, они правда любят свою работу, ей увлечены, им просто некогда общаться с внешней аудиторией какой-то. Они не понимают, что эта аудитория знает, как она думает про ту или иную технологию. Понятно, что они там какие-то статейки, может быть, почитывают, разумеется, но в целом не могут сопоставить то, что они делают, с вопросами индустрии. И их регулярно нужно вытаскивать из коробочки и заставлять говорить с людьми, которые не из этой компании. Следующая история, которая мне, конечно, очень попортила много нервов. Как только ребята научились плюс-минус хорошо выступать, они тут же начали кидаться помидорами во всех других спикеров, которых они видели. Например, приходят в чатик и такие, ахаха. Почему это плохо и почему важно за этим следить? К сожалению, в культуре российских инженеров очень высококритичная среда. То есть вот эта токсичность и желание рассказать и закидать помидорами — это обесценивание опыта не только других, но и своего собственного. И это очень сильно портит человека в том плане, что каждый начинающий спикер в начале работы над докладом пел мне арию самозванца. Каждый. Что бы ни было, он всегда мне рассказывал, что нет, я ничего не знаю. К сожалению, так работает. Но как с этим можно работать? Я им регулярно объясняла, что нет, мы так не делаем. Давайте мы будем помнить, что у нас цели клуба — все-таки выступать безопасно. Как только вы начинаете закидывать помидорами других, вы снижаете эту безопасность и делаете нам всем плохо. Это мешает нам дальше идти. И давайте договоримся, раз уж мы тут про учебу. Ладно, вы хотите принести плохой доклад и посмеяться над ним. Окей. Но три плюса, пожалуйста. Найдите в каждом из докладов. Найдите, чему вы научились у этого человека. И тогда погнали. И эта вещь, эта работа, которую нужно делать постоянно, люди меняются, и следить за культурой общения и взаимодействия нужно постоянно, к сожалению, без каких-то звоночков и напоминаний, люди обратно скатываются в токсичность. Другая сложность. Спустя полгода у кого-то там новый проект, новая должность, семья, вот это все, и клуб начал потихонечку распадаться. Что делать? Мы устроили New Year's Speakers Party, где все, кто учился, выступили как выпускной, похвастались, какие мы молодцы, рассказали свои прикольные истории. А все желающие послушать, новенькие, мы пригласили там афишами, рассылкой, каждый взял за руку своего, провели очень мило новогодний вечер, и следующий набор как раз набрался из тех, кто пришел на эту вечеринку. Так мы поняли, что примерно 6 месяцев на прокачку новичка в человека, который плюс-минус готов выступить, единственное, важно, чтобы у него все-таки был реальный доклад, над которым он работает за эти 6 месяцев, появился. Иначе мотивация теряется, и человек уходит. То есть найти ему тему обязательно нужно. Почему 3.6? Потому что люди ходят, естественно, не каждые две недели, когда-то пропускают, и в целом за 6 месяцев они приходят в состояние готового докладчика. А следующая история, ну, доклады — это же не работа, отстань от нас, мы тут работу работаем, программируем. Окей, я снова взяла за руку сетевого, и мы договорились, что у нас есть отдельный проект в джире, куда они лагируют время, это официальное время считается рабочим, и докладчик договаривается с тем ледовым, это время учитывается в спринте, и люди официально на работе могут заниматься докладом. Понятно, что это никто не делает прямо на работе, кто-то берет деньги из дома, и в целом все происходит нормально. Следующее, когда наши руководители отделов наконец-то распробовали, что после докладов приходят новые люди, и, о боже, я 11 лет никогда не уходил ни из какой компании, вот в одной сижу, ну, вот конкретно к тебе, чувак, вот конкретно на эту задачу, я бы очень хотел прийти, пожалуйста, скажи, когда появится вакансия. И вот в этот момент они поняли, что, кажется, они могут поощрять людей за работу по бренду, и в перформанс-ревью это обязательно учитывается. Что еще тут мне очень показалось прикольным и интересным, ребята, которые выступили, они поняли, что то, что они делают, это интересно, что та работа, над которой они полгода-год, да, корпели, что это классно, что этим можно гордиться, и это очень позитивно влияет на мотивацию. У нас есть первые результаты, хорошо, куда бежим дальше? Ну, давайте развивать бренд. Еще раз посмотрим на эту пирамидку и попробуем ответить на все эти вопросы. Довольно сложные вопросы, правда? Давайте, может быть, позовем консультантов, может быть, они нам на них ответят. Если немножечко подумать, то вот на вопрос, кто я, куда я иду, что я делаю, зачем я, люди проводят в психотерапии годы. Ответить на эти вопросы очень непросто. И мне кажется, что история с консультантами не очень надежна, потому что они проведут какие-то там исследования, опроснички, сделают интервью и дадут какой-то примерный ответ. Но те два захода по инициативе HR-департамента, которые к нам делали консультанты, они оканчивались ничем. То есть они приходили и говорили вещи, которые мы уже давно про себя поняли, давно написали на сайте, вон они там лежат. Ну, ребята, спасибо, что нового вы принесли. Мне кажется, что эта история не очень вообще возможна извне. И вот почему. Конечно же, меняется ламода и бизнесы, и люди, и процессы. И самое интересное, что мы меняем ламоду. То есть те люди, которые работают над брендом, работают над компанией, над наймом, они тоже меняют ламоду. Если посмотреть, вот носители бренда. Между компанией и сотрудниками находится IT-менеджмент. Между компанией и кандидатами стоит, естественно, рекрутмент. И между сотрудниками и кандидатами это те самые бренд-амбассадоры, которые ходят и что-то рассказывают про компанию. Они, может быть, даже не знают, что они бренд-амбассадоры, но они так или иначе рассказывают что-то про компанию. И вот из чего состоит моя команда бренд-бенд. То есть когда все начиналось, у нас было на тот момент четыре управляющих директора, и два из них, один, который отвечал за IT, и второй, который отвечал за HR, они договорились, что мы занимаемся развитием технического бренда, потому что вопрос по найму разработчиков стоял очень остро. Они все понимали необходимость. И выделили на это бюджет, и продолжают выделять, с годами он растет. Дальше в этом всем, конечно, вовлечен СТО, и директор HR-департамента. Они дают время, время людей, время своих каких-то подразделений на то, чтобы этим заниматься. Руководители отделов и IT-бизнес-партнер HR, которые занимаются в основном процессами, то есть как мы с этими людьми работаем, по каким принципам. Здесь же мотивация, здесь же влияние на сам продукт. И тем лиды, которые несут экспертизу и ставят штампик, что мой докладчик говорит не фигню, а рекрутмент приносит нам с рынка, что нас продает, что нас не продает, что говорят у нас кандидаты, о чем они слышали, о чем не слышали. В общем, тоже делится экспертизой. И, естественно, лояльные инженеры, на которых это все стоит, и они хотят рассказывать о компании и действительно гордятся тем, что у нас работают. Так вот, ответы на эти вопросы каждый год менялись, и каждый год мы меняли то, что у нас написано на сайте, переформулировали, как-то отвечали на эти вопросы. И как мы повлияли вообще на тот продукт, который строим? Ну, во-первых, культура выступать. И первый шаг был, конечно, IT-фест. То есть люди начали рассказывать внутри, что они делают. Это в том числе важно, когда ты понимаешь, что вокруг тебя работают классные профессионалы и занимаются интересными проектами. Ну, довольно забавно пойти наружу, рассказывать о себе, когда внутри ты еще не очень хорошо знаешь. Поэтому, мне кажется, внутри тоже нужно рассказывать о себе. Следующее. Потом ребята поняли, что, кажется, можно рассказывать не только о проектах, но и на технологиях, о каких-то тулзах, которые они там попробовали, о каком-то процессе, который внедрили. И сейчас это уже происходит даже без моего ведома. Я в этом не участвую. Любой может забронировать переговорку, позвать свою команду, смежные команды, и там рассказать какую-то пользу. Поэтому ушло в народ. Следующее. Мы поняли, что хорошо бы разговаривать с нашими техническими ребятами на входе. То есть есть отдельно корпоративный онбординг, а есть именно технический, где мы всем сотрудникам рассказываем, что смотрите, вот так мы 300, вот это вот здесь такие отделы, вот так они работают. И это тоже важно, потому что тогда эти люди, когда будут отвечать на вопрос, где ты работаешь и что ты там делаешь, они смогут рассказать не только про свою маленькую прослоечку, которую они видят, а видят они обычно, но не больше 20 человек, но окей, 50, но точно не 300. Они смогут хоть что-то рассказать, хоть о чем-то вспомнить и иметь представление, что происходит в компании. IT-гезеринг. Моя любимая игрушка, которую я придумала еще очень давно. Но я пришла и сказала, давайте, дорогие руководители, вот топ-менеджмент айтишный, вы будете раз в три месяца рассказывать своим сотрудникам, что мы сделали классного, хорошего за это время, куда мы идем, какие у нас планы, какие у нас ключевые проекты. И с тех пор это все так и держится, то есть раз в три месяца мы собираемся, это все обсуждаем, плюс ответы на вопросы сотрудников. И в том числе тогда выступают именно руководители, они тоже учатся это делать и понимают, насколько это сложно. Также у нас есть, разумеется, общий телеграм-канал, в который я рассказываю разные новости и те самые оценочки про наших классных докладчиков, что они вошли в топ. Или вот, смотрите, нас приняли, а вот у нас подкаст вышел, а вот у нас новая статья. И таким образом люди, которые даже не пришли ко мне и не сказали, Женя, я хочу выступать, они за этим всем смотрят, они понимают, что это важно, что это ценится. И внезапно, иногда, я вот на гезеринге прошлом выступила, говорю, нам надо писать статьи на Хаббар. Приходит человек прямо в личку и говорит, слушай, я давно думал написать, вот теперь я готов. Работает. Если разговаривать с людьми, это работает. И, конечно же, отдельные чаты и отдельное сообщество бренд-амбассадоров, с которыми мы регулярно работаем и обсуждаем разные вещи. От того, что мы пишем на сайт, до какого цвета футболочки, что нас прет, что нам интересно, от чего мы драйвимся. Мне кажется, что любой бренд наружу должен идти изнутри. Если то, что мы придумали, оно прикольно для нас, то это привлечет к нам тех людей, которым это тоже прикольно. Если другим не прикольно, ну, значит, им, наверное, не к нам. Как вы заметили, очень много коммуникаций. Прямо дофига. И для примера, понятно, что это придуманный мой календарь. Неважно, что написано, скорее важна цветовая гамма. То есть сверху желтеньким это ежедневные утренние small talk, где я разговариваю за чаем, за кофе, за чем угодно, с любыми инженерами, до которых могу дотянуться. Ну, я иду, там, в каждую команду захожу с кем-то, здороваюсь, общаюсь. Они мне рассказывают очень много интересного. То есть что у них в проекте произошло, что у них там за технология какая внедрилась, что изменилось. А вот там есть в соседней команде прикольный парень, он написал своего, значит, там, специального годия, и про него, наверное, можно рассказать. Ага, говорю я. И иду к этому парню. Также там желтеньким посты в технической ипотеке в нашем внутреннем канале. И вот стандартная неделя. В понедельник синеньким это планирование, встреча с CTO, встреча с моей командой, ну и всякие бюджеты и отчеты. Два дня в неделю уходит полностью над работой над контентом. Это прямо много. В эти дни заниматься ничем другим невозможно, потому что мозг уже закончился примерно на четвертом докладе, а день еще нет. Статьи, доклады, послушать подкаст, что-то там поредактировать. У меня, к сожалению, пока еще нет своего редактора, поэтому это тоже я. И вторник, четверг, вот два дня я занимаюсь этим. В среду зелененьким это как раз то, что мы занимаемся созданием продукта. Я встречаюсь с HR-бизнес-партнером и рекрутментом. Я говорю с внутренними коммуникациями и пиаром наружу. Мы встречаемся с Tindy, потому что у нас много пересекающихся вопросов. И я встречаюсь с IT-ходами, с руководителями отделов, чтобы обсудить, что у нас там как происходит и куда нам двигаться дальше. Как вы видите, спикерс-клаб вот здесь в среду, такой маленький, один раз в две недели. А фиолетовым это как раз межгрупповые коммуникации, там, где IT-фест, там, где IT-гезеринг. И подобная же идея, то есть сначала руководство посмотрело на наш IT-гезеринг и стал делать это же на всю компанию. То есть менеджмент также собирается и рассказывает, что сделали, куда идем. И там мы тоже рассказываем про наш технический бренд. И это придает особенный статус тому, что мы делаем. То есть признание на высшем уровне компании, что это нужно, важно, и давайте на это фокусироваться, мне кажется, дает очень много бонусов для того, чтобы двигаться дальше. Кажется, это фулл-тайм-джоп, и один человек это не вывезет. Вначале можно. Вначале можно совмещать, но примерно через год я поняла, что уже нужно полностью заниматься этой работой. Но я знаю, что есть инженеры, которые хотят выступать и хотят продвигать свой бренд, но не могут донести до руководства, что этим нужно заниматься. Не может один инженер заниматься брендом, но закончится он примерно на пятом докладе в год все. Больше его не хватит. Это история даже не про одного человека, это история про команду. То есть вот эти все люди, которые со мной работают, они делают большую часть бренда, они его и создают. И ни одному из них я никогда не пришла и не сказала, так, чувак, ты выступаешь, поэтому ты должен рассказать про компанию раз, два, три, и обязательно вот эту картиночку. Нет, каждому из них я говорю, скажи то, что считаешь правильным, скажи то, что уместно, скажи то, во что ты сам веришь. Тогда это будет работать. Если ты будешь говорить какие-то маркетинговые вот эти вот красивые слоганы и истории, ну не поверят. Ну камон. Так вот, если слегка подытожить. Мне кажется, что когда мы строим бренд, стоит выбирать этот бренд осознанно и понимать зачем, и чтобы все участники понимали, зачем мы это делаем. Когда нам правда есть чем гордиться и когда я верю в этих людей. Для меня это важно. И для этого нам, конечно же, понадобится команда, которую нужно вдохновлять идеями и целями, и объяснять, зачем мы это делаем снова и снова, как дятел. Каждый день мы это делаем для того, чтобы. И это будет полезно и тебе, и тебе, и тебе, потому что без этого не работает. Как только перестаешь рассказывать, зачем мы это делаем, все начинает схлапываться. Этих людей, разумеется, надо развивать, и самое важное, мне кажется, доверять им. То есть бренд-амбассадоры, которые не верят в то, что делают, мне кажется, это какие-то странные люди, но не могу таких представить. И менять продукт, то есть не просто рассказывать, какие мы классные, а правда быть классными, и стараться сделать хорошо людям, которые рядом, влиять на процессы, разговаривать с разными подразделениями компании и формировать ту культуру, в которой хочется работать вместе. И вот же проверочный вопрос, с которого мы начали. Что, если мы их отправим выступать, и их там схантят? Я своим бренд-амбассадорам, пока мы готовили вот эти key-месседжеры, пытались сформулировать, чем же мы хороши, я им задавала вопрос. Слушай, а почему ты здесь остаешься? Чтобы задать этот вопрос, нужно иметь немножко смелости, потому что если человек не сможет найти на него ответ, то есть большой шанс, что он уйдет. Так вот, мои ребята на протяжении двух-трех лет отвечают на этот вопрос, и когда они уже внутри себя, для себя ответили на этот вопрос, то дальше уже можно за них не переживать. Также еще интересная история, когда люди возвращаются, они к нам возвращаются и второй раз, и третий, довольно большой процент. Почему ты вернулся? Ответ на этот вопрос тоже очень сильно помогает сформулировать, чем мы уникальны, почему людям у нас хорошо. И у нас есть истории, на которых после доклада приходили к докладчику предложения с хорошей должностью, прям директор направления, хорошей зарплатой. Да, иногда люди уходят, они не в рабстве, и это нормально. Но если человек отвечает себе на вопрос, почему мне здесь хорошо, и ему там правда хорошо, то они просто приводят нам новых людей и остаются с нами. Спасибо. Теперь можно на вопросы. Вопросы. Жень, спасибо большое за доклад, особенно классный вот этот вот суперкалендарь твоей загрузки. У меня вопрос именно вот по этим жарким месяцам апреля-мая, когда достаточно много конференций. Я понимаю, что ты, наверное, на многих присутствуешь, либо готовишь, ребят. Вот. Ну, сегодня понедельник. Ты выпадаешь из календаря. Насколько вот эта загрузка конференциями влияет на твой календарь, и как ты решаешь процесс тайм-менеджмента в этом случае, и когда выпускаются, может быть, важные какие-то встречи, там, четверга, либо пятница? Ну, смотри, здесь скорее придуманный календарь, естественно, он там размазан по неделе, как сможет, и скорее по двум неделям, чем по одной. Но есть сезонность, да, весна-осень, мы готовимся к конференциям, и мы выступаем. А в тот момент, когда мы не выступаем, мы занимаемся сайтом, мы занимаемся разными нашими другими каналами, их оформлением, какими-нибудь, закупкой всего барахла для стенда, чтобы оно приехало как раз к тому моменту. Ну, в общем, так, а когда я занимаюсь конференциями, подготовкой, в целом я больше ничем другим не могу заниматься. Мой мозг полностью занят. Это так. Евгения, спасибо. Меня зовут Михаил. Скажите, а как побороли вот вопрос, который возникает у всех разработчиков, что я буду рассказывать, это у всех есть? Это вот первая часть, и вторая еще. Внедрили ли вы уже какой-то KPI за то, что люди выступают на конференциях? Может быть, им там, я не знаю, что-то там, должность появится, если они там будут раз в полгода выступать? Хорошо. Давай отвечу на второй вопрос, потом на первый. У нас есть стандартная полугодичная система performance review, на которой человеку за работу над брендом, и это определяет руководитель направления отдела, накидывается один балл. То есть если он был mid expectations, то значит он выше ожиданий с докладами. И за это, ну, в системе performance review, там за оценки конкретные следует либо повышение в деньгах, либо повышение в должности. Окей. Первый вопрос. А, да, да, тема, тема. Ну, смотри, я обычно пытаюсь рассказать следующее. Во-первых, какую бы технологию мы ни взяли, в каждой системе, в каждом окружении, в каждой компании она, наверное, реализуется по-разному, правда? А так как практически во всех компаниях свой уникальный зоопарк, то и так как конференция — это не защита диссертации, где ты должен выйти и вещать с экспертной позицией, когда я расскажу всем вам, как вам надо жить. Нет, конференция — это когда мы приходим и рассказываем о своем опыте. Вот мой опыт. Возможно, в другой компании он не сработает, там другие люди, другие истории. Но давайте мы расскажем о тех граблях, которые мы собрали, о тех находках, которые мы в пути нашли, и о том, к чему все это привело. У нас результаты есть? Есть. Повысились цифры? Повысились. Бизнес доволен? Прекрасно. Не падает? Замечательно. Давай, готовься. Но это всегда так. Единственное, что я стараюсь знать меру. Если человек правда упирается рогом и говорит, нет, про это мы не будем рассказывать, потому что это фигня какая-то, он эксперт в этой позиции, и пусть он, пожалуйста, не рассказывает об этом. Мы найдем другую тему. Примерно так. Можно еще туда микрофон и донести? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Он очень крутой, классный, очень такой прикладной. Прямо брать и делать. Вот. У меня вопрос про ту часть, где вы рассказывали про то, как своих инженеров привлекать к выступлениям. Понятно, что наверняка в команде были те, кто уже выступал, делал это неоднократно, делает это круто. Но при этом у нас есть часть команды, которые тоже вроде бы хотят, а потом они смотрят на этих крутых чуваков и такие думают, ну, блин, я же так никогда не смогу. Ну, как бы понятно, что вот эти вот скиллы, они как-то неравномерно распределены между людьми. Как у второй группы, у инженеров, которые вот так вот смотрят и думают, блин, я так никогда не смогу, как у них вот этот страх их попробовать? Да, хорошо, спасибо. Интересный вопрос. Когда я пришла в Ламоду в мае 2016-го, никогда Ламода не выступала на конференциях. Никто, ни разу, из технической части. И были там руководители отделов, у которых, понятно, чуть более прокаченные соцкиллы, чуть более подвешенные языки, обычные инженеры. И как я их всех миксовала? Во-первых, атмосфера, в которой мы все делились опытом, и каждый высказывал свое мнение. А во-вторых, как я говорила, те ребята, которые чуть более опытные, и стали, они стали моими со-тренерами. То есть мы вместе садились и давали фидбэк докладчикам, и пытались из его зерна мысли сформулировать, а как же правильно, последовательно изложить то, что он хочет сказать, так, чтобы это цепляло. И это большая интеллектуальная работа. И когда ребята приходили и вкладывались в доклад других, это их мотивировало. То есть кажется, мне есть, что отдать, да, есть чем поделиться еще и вот таким способом. А молодые ребята были безумно благодарны, когда ты там вчерашний инженер и сегодняшний уже спикер. И, блин, у меня получилось, я вроде ничего не делала, магия, почему мой доклад получил нормальные оценки, ахаха, меня не закидали помидорами. Это, правда, очень вдохновляет. И тут, правда, важно очень… Вот приходите говорить, дай нам тебе помочь. Мы не будем тебя бить. Мы не будем тебе рассказывать, что ты там где-то плох. Нет, мы вместе работаем над этим докладом, и мы все хотим сделать его лучше. Примерно такой ответ. Пожалуйста. Там был вопрос. Да. Евгения, спасибо за доклад. Сообщество искольком.ру. Есть вопрос. У нас тоже есть спикеры, и мы хотим развивать новых спикеров. Есть такие специалисты, которые не очень общительные, не очень социальные, но с хорошим бэкграундом, которым хотелось бы, чтобы они поделились. Как замотивировать таких людей выступать перед публикой? Это сложный вопрос. Если человек не хочет выступать, то, наверное, его не стоит заставлять. Единственное, что есть нюанс, когда нам, правда, нужен один доклад. Тогда мы все приходим и договариваемся, что, чувак, мы вот сейчас с тобой подготовим один вот этот важный доклад, и потом мы от тебя отстанем, и не будет ничего. То есть это вот один раз подвиг. Иногда это работает, иногда нет. Еще можно тогда предложить человеку сделать, например, статью написать, кому-то так проще, или посадить напротив него интервьюера и вытащить из него эту экспертизу. И у нас было два доклада, в которых заинтересованный инженер приходил к другому, очень глубокому эксперту, вытаскивал из него всю экспертизу, до которой мог добраться, грузил это в свой мозг, готовил доклад и выдавал его. Но это была инициатива того первого инженера, который захотел об этом рассказать. То есть так тоже можно, но очень много рисков мы понимаем, что ему там на вопросы надо будет отвечать, отвечать за дело, которое он сам не делал. Не каждый согласится рассказывать о том, к чему он не прикасался. Ну, в общем, это тоже такая сложная история. Еще где-то там были вопросы. Здравствуйте, Евгения. Меня зовут Игорь. Спасибо за доклад. Доклад вообще классный. Спасибо. Прежде всего, с точки зрения разделения данной позиции. Меня интересует вот какая штука. Наверняка же на старте всего этого дела приходилось сопротивляться, преодолевать сопротивление не только самих докладчиков, но и менеджмента, который не всегда, наверное, понимал, что им это надо. Или это не так? Если приходилось, расскажите, вот как убеждали, что надо. Да, были сложности. То есть если мы с управляющим директором и с CTO в целом договорились о все целях, то в самом начале не все руководители отделов разделяли, то есть выделять время разработчиков. Ребята, у нас там проекты стоят, бэклоги длинные. Какие к черту доклады? Важно было показать первые результаты. То есть есть люди, которые в это верят. И мне повезло, у меня был в партнерстве один из руководителей отделов, который вот прямо рядом со мной, как настоящий боец, фигачил, и сам учился, и сам выступал, и учил других. И когда мы получили первые результаты, когда сами руководители отделов на своей вот этой сходке говорят, так, мы полгода назад выступили здесь, здесь и здесь, а сегодня мы видим у нас вот таких-таких-таких кандидатов, которые пришли и сказали, а я вас знаю, а я про вас слышал, а я про вас читал, тогда не нужно ни в чем убеждать. Все, работа сделана. Главное получить вот самых первых единомышленников, но мне кажется, без поддержки CTO и высшего руководства это не работает. То есть история, в которой я тут, значит, ради из-за компании, очень хочу заниматься ее брендом, а компании это не нужно, они не работают. Мне очень жаль людей в этой ситуации, потому что оно не продается, мне кажется, пока люди не увидят конкретных цифр и не поймут, что проблема есть. Ну, как про обучение. Невозможно научить человека тому, в чем он не видит у себя проблемы. Зачем ему это? Вот еще вопрос. Вас пока не слышно. Там трансляция, запись, они очень хотят послушать. Андрей Степенко, я занимаюсь эффективностью компаний. И спасибо за такую простую идею, что Деврел – это узнаваемость бренда, как бы понятно, как его измерять. А могли бы вы в каких-то цифрах рассказать, сколько людей приводят люди в компанию по соотношению с тем, чем HR-ы занимаются? То есть какой это процент? Какой процент времени вы стали тратить у ведущих разработчиков ваших на то, чтобы они делали доклады, а не делали вот эти дорогущие проекты, которые вы говорите? То есть, насколько я понимаю, у вас внутри вашей компании повысилась ценность того, чтобы люди рассказывали, транслировали что-то наружу. В других компаниях это не так. Вот насколько эта ценность повысила в каких-то цифрах? Примерно плюс-минус 20-50-100%. Ну, смотрите, если прям про проценты, то вот, например, результаты за три года, да, они кое о чем говорят. О том, что рекрутеры у нас работают, рекрутеры у нас очень классные. Это прям команда, которая понимает, что делает, и говорит на том языке, с которым можно работать. И они в это вкладываются. Они делают свою работу хорошо, но наша задача сделать так, чтобы люди дошли к нам на собеседование, чтобы когда они увидели вакансию ламода на том же хэнгхантере, или когда рекрутеры написали, чтобы они не думали, что их зовут продавать кроссовки, или «А, ну у вас же там интернет-магазин, да? Ну там же надо три разработчика, чтобы его напилить. Зачем вам 300?» Ну, в общем, наша задача сделать так, чтобы до рекрутеров люди дошли, а там они уже делают свою работу. И мне кажется, мы здесь никак не соревнуемся. А второй вопрос про распределение времени. Мы тут недавно как раз задумались, то есть сколько времени мы в целом тратим на бренд, и это получилось реально меньше человека месяца одного разработчика на квартал из 300 инженеров. Мы можем себе это позволить. То есть это треть процента? Ну да. Ну, мы посчитали в деньгах, в часах, в капитализации, вместе с CTO, и решили, что мы можем вложить эти деньги, и намок. Причем у нас есть запас, мы можем еще увеличить, но мне кажется, есть тоже воронка. То есть из 300 инженеров, которые у меня примерно всегда, сейчас будет больше, у меня всегда получается примерно 30 человек, которые там интересуются публичными выступлениями, и примерно 20 человек, которые выступают на конференциях. Ну, вот такая воронка. Я могу больше усилий прикладывать, меньше усилий прикладывать, она примерно такая. То есть больше человек не получается. Ну, то есть что-то типа 10% выступает, но поскольку они выступают 5 раз в году, то это не очень много. Ну, в целом да. Но я не думаю, что нам нужно прямо массовое, у нас там не 2500 человек, у нас есть узкий технологический стэк и ограниченное количество вакансий. Примерно так. А какое количество люди приводят сами? Вы же команду занимаете? По-разному это накопительный эффект. То есть человек, который… Знаете про теорию касаний в маркетинге, да? Сколько раз нужно коснуться клиента брендом, чтобы он к вам пришел покупать. Есть теория, в которой типа 5-7 точек касания, и человек уже горяченький. Так вот, обычно те доклады, которые мы делали 3 года назад, были 80 человек в зале. Окей, они что-то послушали, может быть, спустя полгода они будут искать работу. Потом этот метап послушало в записи еще 800 человек. Окей, они тоже спустя какое-то время к нам придут, но пока они идут, другие люди тоже слушают эти видосы. Ну, в общем, это накопительный эффект, который складывается друг с другом. Конкретно, что после каждого доклада 5 человек выстраивается на вакансию, нет. Бывает по-разному. Бывает так, что приходят и говорят, чувак, я тебя слышал, я тебя видел, и запомнил, захотел, и вот я наконец-то еще работаю, и я к вам пришел. Такое бывает. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Нам надо заканчивать? У нас есть время на один коротенький. Вот на коротенький. Тогда, да, мы можем продолжить. А у тебя, подожди, вон там короткий, кажется. Короткий? Давай. Сейчас ходит. Да, я буду там, мы сможем пообщаться. У меня вот вопрос. У вас был разговорный клуб внутри компании. Да, спикерс-клуб. Спикерс-клуб, на котором вы тренировали, но он был пятиминутный формат доклада. Как вы потом переходили из пятиминутных в серьезные сорокаминутные? Были ли сложности? Нет, смотри, клуб для того, чтобы отточить навыки, перестать бояться, научиться быстро придумывать тему, как-то руками махать, а не стоять вот так или вот так, да, как-то владеть интонацией. Для этого не нужно готовить сорокаминутный доклад. Это много. Для этого как раз вот маленький формат удобен, чтобы чисто навыковую историю сделать. А когда мы готовим конкретный доклад, там мы уже и про содержание, про структуру, про вот это все. То есть нормально масштабируется. Спасибо большое за отличный доклад. Пожалуйста, спасибо, что послушали. И нам надо выбрать лучший вопрос. Лучший вопрос. И поблагодарить вас. Так, спасибо. Спасибо. А что мы даем за лучший вопрос? Там есть сертификат, подарочный на книжку. Сертификат и стикеры. Мне показалось, вот молодой человек в клетчатой рубашке задал самый интересный вопрос. Действительно, как объяснить людям, зачем мы это делаем, и вовлечь руководителей в деятельность. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...